Чтобы привести в порядок памятник Владимиру Высоцкому после зимы, требуется автоцистерна с водой, небольшой подъемный кран, чтобы добраться до поверхности на высоте, и моющие материалы. Сначала рабочие смывают накопившуюся пыль, а затем начинают обработку специальными средствами в соответствии с техническим заданием. Моющая химия, она, соответственно, нейтральна. Нейтрально по щелочью, соответственно, очищает и вымывает. Разбавляется с водой, наносится на поверхность монументального сооружения и, соответственно, потом смывается водой. Сам памятник находится под ответственностью муниципальной организации, Центр технического и хозяйственного обслуживания. Всего учреждение обслуживает более 60 мемориальных объектов, среди которых памятники федерального и регионального значения. В месячник по благоустройству проводят комплексные работы, затем поддерживают порядок в течение всего года. В рамках обслуживания объектов монументальных сооружений проходит в зимнее время суд. Конечно же, это сухая чистка. Как только погода налаживается, а вы видите, солнце нас радует. Мы уже проводили и в том числе влажную уборку. Весеннюю помывку памятников планируют закончить к майским праздникам, поскольку приведение в порядок монументов имеет свои особенности. Заканчивая процесс мойки, рабочие натирают поверхность памятника специальной химии, которая в течение следующего года будет защищать его от солнца, пыли и влаги. Таким образом, даже в ноябре, когда здесь, во Дворце спорта, будут отмечать 55-летний юбилей тех самых знаменитых концертов Владимира Высоцкого, памятник встретит гостей чистым и аккуратным. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События.